Тот период, который занимались сейчас, вот в течение вот этого времени, значит, руководители организовали работу не только в плане технических средств обучения, потому что мы учитывали то, что во многих семьях есть достаточное количество многодетных у нас семей, поэтому применялись различные формы обучения, в том числе у нас не возбраняются и консультации, которые у нас проводятся небольшими группами. Понимаете, обеспечивать абсолютно таких запросов по предоставлению какой-то техники у нас не было от родителей, поскольку весной уже была отработана такая вот система работы с детьми и с родителями, и она показала себя, в общем-то, достаточно хорошо, поэтому вот эти две недели мы надеемся, что выйдем на очное обучение, и вряд ли у нас такая ситуация еще возникнет. Но если такая будет необходимость, естественно, что мы будем решать эти вопросы в индивидуальном порядке. Когда в семье есть несколько детей, у нас есть еще возможность разводить расписание занятий, поскольку эти дети находятся в разных классах, то такая задача перед администрацией школ тоже ставилась, что если есть дети, которые занимаются в старшей школе, есть средние, чтобы режим занятий учитывал вот такие особенности в многодетных семьях. Ну, Люба Васильевна, давайте добавлю немножко, мы эту все-таки работу с вами провели за прошедшую неделю, мы посчитали реально, Надежда правильно задала вопрос, посчитали реально, сколько у нас детей многодетных, в первую очередь, семьях, обучающихся, которые находятся на данный момент на дистанционном обучении, это 6-11 классы, и где в семье 1-2, или, может быть, вообще нет компьютера или ноутбука, мы все-таки эту работу провели, и сейчас ищем разные возможности для того, чтобы оказать поддержку многодетной семье, дабы обеспечить их необходимым количеством техники для дистанционного обучения. В всяком случае, такая работа у нас проведена, мы проанализировали, проведен по каждой школе, как по сельской, так и по городской школе, поэтому здесь такая работа имеется, в смысле проведена, и необходимое количество, необходимое количество мы уже для себя понимаем, поэтому потихонечку будем помогать многодетным семьям решать эти вопросы. Продолжение следует...